У нас хорошее такое настроение, надеюсь, праздничный день, лето жаркое, в общем, наслаждение жизнью. Остается нам выстроить наслаждение жизнью в других сферах, и тогда будет полная состоявшаяся новая раса. Итак, вот настраивайтесь не на серьезную такую работу, работаем, работаем. Вот расслабьтесь и так спокойно, как-то расслаблено, вот с таким с юмором, с удовольствием. Давайте мы сейчас на такой энергетике и будем запускать процесс. Так, сейчас посмотрю на вас и посмотрю, у кого из вас там брови нахмурены. Ну ладно. Наверное, когда начало смотреть, вы все заулыбались. Итак, у нас сегодня программа больше, чем просто серианские энергии. Потому что, когда уже наступает июль, вот приходит такое появление на небе после перерыва, наверное, в 2-3 месяца, где-то так, может, там поточнее можно узнать. Сириус, когда не бывает на небе, вот сейчас его такое, как новое восхождение. И поэтому мы с вами на этой энергетике будем выстраивать свои пространства жизни. И поскольку совсем недавно прошло летнее солнцестояние, прошли такие успокаивающие энергии июля. Мы с вами прожили день такой удивительный, 31 июня. Вот он такой, как несуществующий в календаре, но собравший большой потенциал. И вот на базе вот таких замечательных, не совсем обычных и не совсем логических энергий, давайте мы сейчас выстраиваем такое сериусианское сотрудничество и создаем себя в новом качестве. И нам важно создать такой энергетический фон, который будет обычным явлением, таким активным, постоянным. И мы с вами будем жить в этой энергетике, вот так, как мы дышим. Мы ведь дышим и не задумываемся, правильно дышу, неправильно, глубоко, неглубоко. Мы просто дышим и все, вот естественное состояние. Вот такое естественное состояние нам сегодня с вами было бы очень здорово выстроить. И что важнее, наверное, еще, чтобы вы это состояние удержали, сохранили и стабилизировали так, что оно является вашим естественным фоном. Вот как дышите? Вы же дышите, не задумываясь, правильно я вдыхаю, неправильно, глубоко или неглубоко. Вы просто дышите. Вот присутствие энергии, таких энергии уже новой цивилизации, и у нас сегодня фактически и сериус такой будет перепрограммировать все потоки центрального солнца, те, которыми мы живем в материальном мире. То есть вот все это должно стать таким легким, комфортным, удобным и само собой разумеющимся. Итак, мы уже начинаем довольно традиционным образом. Вы, наверное, все знаете, расслабились и почувствовали себя. Мы энергоматериальные существа. Плечи распрямили. Не сидите так, сгордившись, как шарфик на гвоздике. Давайте вспомним наш солнечный центр. Управляющий центр мы немножко переименовали. Начинаем звать солнечным, чтобы был у вас акцент, и вы понимали, что это не то, что 15 лет назад. Такое, как энергетическое воспоминание, декабрьское солнцерождение. Вот начинался новый восход солнца, и его такое, как поднимается над горизонтом больше и больше. Вот такое солнечная активность возрастает. И первое полугодие прошли мы там равновенствие с вами. Прошли весеннее пространство затмений. Солнцестояние солнца на максимуме в новом качестве. Клетками чувствуете. Ощутите всей своей энергетикой ваш материальный мир, ваш энергоматериальный мир. Такое воспоминание. Прямо как у вас уже за этот солнечный цикл накопился колоссальный потенциал. И июльские энергии это как продолжение всего процесса этого года и нарастание. Вот ощущением это такой устойчивой энергетической площадки. Можно почувствовать земля новая и здесь строится новая цивилизация. Такое предвкушение дальнейшего энергетического восхождения. И энергии Сириуса уже начинают проявляться. Насколько я помню там астрономический восход наверное 23 июля. То есть прошло несколько дней уже такие энергии зафиксировались. И помните Сириус это центральное солнце нашей галактики и центральное солнце нашей Вселенной. То есть оно на землю такую адаптированную энергию центрального солнца транслирует нам. Сейчас прямо чувствуем такие волны созидающего света. И вибрации не бывавшие никогда ранее. И вибрации не бывают. Вот но это уже такая как слегка такая чуть-чуть приземленная вибрация. Поэтому мое вам предложение все-таки ощутите Сириус тот космический. Его очень легко найти на небосводе. Справа всегда четкая конфигурация Ориона. И чуть-чуть левее в стороне и пониже Сириус. Просто не спутать его никак. А Орион это вообще такое легко узнаваемое созвездие. Можно ощутить, не важно какое там у вас время на часах. Вот ощутите космос светящийся. И наше галактическое центральное солнце Сириус и Сириус одновременно центральное солнце нашей Вселенной. Помните, в Сириусах огромное количество. Одна из них наша. Вот что такое наше энергетическое строение. И основная сейчас такая конструкция сознания, это фактически наше энергетическое средство передвижения. И поскольку Сириус, центральное солнце, обжитое, Сириус и Сириус, центральное солнце, это фактически наше энергетическое средство. Сириус и Сириус. Сириус и Сириусы, центральное солнце, хранятые, которые были на земле, закладывали египетскую расу. Боги Сариона закладывали материальные формы для новой расы, для арийской расы. Вот так, что вот эти наши несколько тысячелетий прожитые, перед этим у нас у всех было воплощение на Сириусе, за редким исключением у людей, но я думаю, вы в это исключение никак не входите. Поэтому сейчас расслабились и ощущая себя энергетическим существом, такое как во времени воспоминания о вашей жизни на Сириусе. Все проходили фактически через это, кто сейчас в это время занимается энергиями, потому что нам нужно было в свою энергетику получить коды божественности. Сириус это планета с божественной цивилизацией. Ну звезда, наверное, как астрономы говорят. Божественная цивилизация. Вот сейчас думаю сказать материальная или полуматериальная. Все-таки материальная. Вот здесь не ограничивайте себя трехмерным умом. Ой, а как это, а где? Вот просто ощущение такое, что вы во времени оказались в той своей жизни. Сириус энергетическое солнце для нас. Центральное энергетическое солнце нашей галактики Млечный Путь. Сириус энергетическое солнце. Вы сейчас, знаете, почувствуете, вот постарайтесь клетками ощутить то пространство божественной расы. Может, вы потом вспомните, что вы и в египетской цивилизации сделали. Вот в этом, скажем так, в точке творения вашего тела, во всех элементах вашего энергетического строения, вот сейчас такое, знаете, как энергетический аромат сириуса, вот это божественный такой вот, ну, окрас, какое-то наполнение, ароматы, свечения. Вот просто заполняетесь сирианской активацией. И теперь почувствуете, как весь ваш жизненный путь перекрашивается. Вот когда вы воплощались, это были на большие объемы времени назад. Вы сейчас вот то свое воплощение соединяете в энергиях нового сириуса вот с тем, что вы сейчас ощущаете. И почувствуете, как вы фактически живете сейчас во все времене. То есть вы можете почувствовать и свое грядущее. И нам сегодня это нужно будет сделать, потому что мы эти энергии будем распространять на наши грядущие события. Нам очень важно оторваться вот от этой привычной трехмерной дуальности. Вот ощущение чувствуем небывавшее никогда ранее. И такое принятие небывалого обнуления сознания. Такое происходящее отделение от трехмерных параметров и замена на новые состояния и ускоренные новые состояния, небывавшие ранее никогда. Вот это ускорение фантастическое, я думаю, происходит даже больше, чем мы с вами можем себе представить. Я сейчас задам один вопрос. Вы в чате не пишите, сейчас будем работать. Но потом либо в Телеграме, либо там на Фейсбуке, либо мне или Эдвину. Напишите, было ли у вас такое, что вы просыпались и где-то наступал день, и вы понимаете, что по календарю вроде прошла одна ночь, но вот этот объем времени прокрутился, такое, как будто много лет прошло. Вот за одну ночь мы прямо какой-то в несколько лет объем времени проживаем. И при этом, кажется, за окном и прежний мир, и вместе с тем вы видите доказательства того, что вот вчера этого не было, а сегодня вы это видите в своем окружении. То есть это вообще вот то, что наш ум никак не может понять. Как такое может быть? Прошла ночь, а где-то там за окном, вы видите, появился целый квартал построенных домов. Вот до таких реальных чудес. Вот я хочу, чтобы вы поняли, что небывавшее никогда происходит. И задача наша принять вот этот новый мир, который не вписывается в нашу трехмерную логику. Невероятное возможно. Невероятное происходит. Вы проживаете невероятное. Вот это сейчас невероятное. Мы сейчас в такой активной энергетике. Вы сейчас подумайте, что вам в жизни не нужно. Мы не будем сейчас перебирать прямо по строчкам ваши там записи, тексты. Просто такие сразу вот несколько моментов, а на повторном прослушивании вы уже подготовитесь. Сейчас самые важные какие-то зоны в вашей жизни. Что вам уже не нужно? Вот ощутить как. Вот таким энергетическим движением вы отделяете старые трехмерные информационную память трехмерную. Вы отделяете, и она как-то как в такой космический альпив уходит. Это может касаться здоровья. Это может касаться ваших каких-то семейных состояний. Может, что-то ваше место проживания, какие-то ваши личные там акценты и так далее. Вы можете мечтать о хорошем для ваших детей. Вот родителям никогда не возбраняется, и это приветствуется, просить божественный план помочь детям, особенно в сложных ситуациях. Это не то, что это не та ситуация. Она говорит, знаешь, боженька, у меня сын или дочка лоды немыслимые, но я хочу, чтобы они стали гениями и тут выступили продуктивно. Вот не в этом случае. Там, где действительно какие-то серьезные ситуации. Вот сейчас так, образно говоря, находясь на Сириусе, где божественные процессы создаются и передаются на Землю. Это центральное Солнце. Мы буквально вот стоим на платформе центрального Солнца. Наше ближнее центральное Солнце. Ну, наше Солнышко, мы уж тут, оно такого центрального земного порядка. Тем, у кого хочется какую-то оптимизацию по здоровью, вы сейчас, знаете, попросите вот такую помощь по причинам пройтись. Потому что, если что-то со здоровьем, у вас все равно поддерживается каким-то образом мышления, привычками, уже не говоря о том, что какие-то события проецируются на тело. Вот сейчас спросите такое, как, знаете, как это, как божественные дары. Если будет только какой-то шанс, божественный план изобретает обычно какие-то методы, чтобы это разрешало или прошло что-то такое сложное, наилегчайшим вариантом. Энергии Сириуса прямо на земле ощутите. Вы и там, и на земле, и вот это состояние целостности, такая неотделимость от Сириуса. Лететь туда не надо долго. Как только мы понимаем, что мы хотим там быть, так мы своим ядром, своим буквально вот солнечным центром мы уже перемещаемся, и наша основная энергетика, сознание наше уже там. Вот кто хочет, поэкспериментируйте. Уловите, какие ароматы там. Посмотрите, как сады выглядят, как выглядит животный мир. Если сегодня вы не готовы к этому, на повторе, просто вот на повторе здесь паузу поставите и вот погуляйте, попросите сопровождающего, погуляйте по Сириусу. Может, кого-то из знакомых встретите. Может, своих кошечек встретите, или собачек. Или цветущий сад с голубыми розами. Клетками прямо все чувствуем. Вот, Сириус, активация центральная, Сирианское солнце. Клетками чувствуем. И вспомним еще раз напоминание. Да, Галина, согласна. Вот прямо клетками чувствуете такое, знаете, как вот оптимизацию здоровья. Божественные коды, вот прямо с кровью текут у вас. Каждая клеточка дышит этой энергией. Все органы как-то подтягиваются под такой, ну, эталонный образец. Катя. Продолжение следует. Мастер-проекции. Продолжение следует. Класс. Использование следует. Катя. 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 И ощущение, как идут процессы завершения арийской расы, пятая раса арийская, эра духовной дуальности и трёхмерной меры. Ощущение завершения. И ещё раз вспоминаю, что уходят прямо в большие пласты, как-то так прямо, они как-то как то ли растворяются, то ли куда-то уходят в сторону в какие-то космические архивы. Сирианские активации. Новое состояние времени. Вот кто вчера там праздновал день вне времени, отмените все процессы вне времени. И спокойно настройтесь на энергии вечного всегда, всевременья. А потом найдите материалы, что такое время, и пройдите ещё раз. Или пройдите, если вы не знаете, о чём я говорю. Без времени мы не можем существовать. Это вот какая-то современная эзотерика, очень урезанно и ограниченно. Майянские тексты трактуют. У них время не воспринимается так, как у нас тут тикающие часы и дни календаря. Древние очень хорошо знали, что время – это высшая стихия на Земле. Восточные эзотерики это называют эфиром, а египтяне так и называли высшая стихия на Земле – это время. Это ресурсы создавать события, это ресурсы синхронизации связывать события с другими людьми, с организацией жизни на Земле. Даже у вас внутри существует внутрительное время. Теперь вот сами подумайте, как вы можете жить, прожить день вне времени. Ваше тело растечется, как большая грязная лужа, потому что форму держать некому будет. Время – это пространство ресурсов создавать события, создавать предметы, создавать энергии, создавать наши тела. Мы состоим из времени, и каждая клетка связана со всеми остальными именно потоками внутрителесного времени. Вы представляете, а тут кто-то вообразил, что проживем, празднуем день вне времени. Как хорошо, что божественный план мудрый и игры детей, непонимающих, не берет во внимание. Вы бы развалились на атомы. Поэтому вот кто вчера тут праздновал этот праздник, слава богу, что вы живы, и верните все на место. Вот все времения вечные, всегда и везде. Единое состояние времени. Объемы событий, ресурсы создавать события. Взаимосвязь между событиями, циклы, ритмы, согласование вибраций. Вот это все время. Такое, как, знаете, прямо ощутите, как оно структурируется, энергия времени. Это, что, как сказать, одна из грани света. И сейчас в энергии времени, вот ощутите, как вы сейчас создаете новое позитивное грядущее. И одновременно уходят много прежних каких-то событий. Прочувствуете, как хорошо и легко закрываются какие-то сложные кармические контракты. Можно мысленно по-быстрому пробежаться, потом посмотрите подробнее, где и что вам уже неинтересно. Или вы чувствуете, что вроде нет стремления общаться с этим человеком. Возможно, это был контракт на трехмерные миры дуальных. Вот сейчас такое спокойное принятие, знаете, как вот срок договора исчерпан. Потому что все договора, которые заключались, они заключались на пространство арийской расы. И где-то вот в зоне перехода между арийской расой, между солнечной расой у нас было время где-то там еще, как говорится, разобраться до конца, пожать руки и расстаться. Либо навсегда, либо до следующих каких-то событий в других местах и в другом плане. Пробежитесь так мысленно по вашей жизни. Вот такая, знаете, вот энергия благодарности, какие бы это ни были кармические контракты. Но просто они исчерпали свое назначение. Вы, может, вспомните каких-то друзей уже, с которым почему-то, с которыми уже вроде не хочется и общаться. Вместе с тем какие-то идут на смену новые. Вот появляются новые люди, может, новые отношения. А может, просто ваши многолетние друзья, вдруг вы их видите по-другому, и ваши отношения перестраиваются. Вот что в вашем грядущем новом? Вот грядущие, ну как есть такая, ну полушутливое такое состояние, что вот мы сейчас в существующей реальности, а 10 минут вперед, вот это уже грядущие наступает. И дальше там уже объемы времени большие. То есть я хочу вам подсказать, что грядущие – это не следующая пятилетка. А оно прямо вот сейчас у нас начинается. Вы еще кофе свой выпьете, и чай не успеете, а вы уже заканчиваете его пить в грядущем. Вот сейчас такое, знаете, вот время прямо структурирует информацию в вашем сознании. Знаете, вот время новой цивилизации, вот такое, как мы когда-то говорили, что время придет, солнечное время. Вот сейчас я ощутим, как вот все это состояние, вечное всегда, оно пронизано энергиями центрального солнца, а энергии Сириуса, такой, как материальную, такую осаждающую тенденцию имею. И очень четко решетки вашего сознания, потому что очень сильно развиваются и быстро различные информационные технологии, которые с задачей своей имеют информационную дезинформацию, подавление людей, манипулирование, очень мало стоящей доверия информации. И она точно не исходит из средств массовой информации. Все СМИ это самый большой источник дезинформации, потому что это все курируется властями, курируется правительствами, это все окрашено политикой выгоды. Поэтому сейчас почувствуете такое, знаете, как вот именно информационное пространство в сознании. Вот мы так часто говорим, задавайте вопросы в себе. Ваше сознание подключено на космическую информационную базу. И вот сейчас и чувствуете, как базовая, знаете, как первородная истина, я бы так сказала. Вот в энергии и времени очень много разной информации. Она увязана с разными такими, ну, другими сферами, с космическими пространствами связана. Такая четкая настройка на божественную космическую информационную комплектацию. И ощущение, как вы освобождаетесь. Вот этот весь поток божественной истины прямо течет по вашей энергетике, по всем решеткам. И смывает различные манипуляции систем власти. Система манипуляции, в принципе, ее задача сделать людей тупыми, развратить, отвлечь любой ценой. Вот информационные ловушки. Будьте очень внимательны к этому. Сейчас развиваются сильно технологии, которые вообще, по сути дела, отнимают у людей потребность мыслить, шевелить энергии свои, искать ответы внутри. То есть мозг начнет отмирать. Вот эта система передачи, мозг у нас связывает энергетику с материальным телом нашим. Мы и так шутя называем. Мозг – материальная часть сознания. Вот мозг начинает отмирать нейронные сети, а потому что человеку не надо думать. И вместо того, чтобы думать, сразу побежали в гугл и получили ответ. Я представляю, какое огорчение вот этот интернет доставляет докторам, когда им надо доказывать, что чем покупать какие-то там водоросли особые за огромные деньги, сделайте себе капустный сок, ферментированный, и у вас будет тот же результат, без труда и почти без затрат денег. Но бизнес делает, бизнес рекламирует, и вы там многие гоняетесь за этими водорослями, которые, как вы надеетесь, выправят вам здоровье. На самом деле, вы точно тот же самый эффект получили бы, используя ферментированные соки, свои собственные. Вот сейчас такая, знаете, свобода от самых различных манипуляций системы бизнеса, власти, медицины, фармакологии. Там, где делается всё, чтобы отупели люди, отвлечь любой ценой от какого-то познания и вопросов каких-то задаваемых, и вообще от изменения мира. Сейчас просто себя немножко посмотрите, вот где вы могли попасть в какие-то ловушки. Ловушки для внимания человека на самые разные темы, они уводят вас от истины. Вот чтобы вы даже не задумывались о происходящем, чтобы вы не строили какие-то планы духовного роста или интеллектуального развития. Для власти лучше, чем тупеевы, тем для них выгоднее. Поэтому вот такое вот, знаете, как реорганизация системы ценностей и приоритетов. Вот поставьте в себе в приоритет развитие своей энергетики, чтобы ваше сознание ответ выдавало по первому запросу. Как только у вас возникает ответ, вы не на уровне трёхмерного ума ищите ответ, а вот в решётках сознания ответ найдётся и более достоверный, чем вы там вспомните или в гугле найдёте. Вы знаете, лет пять назад гугл настолько лживым не был. Вот это буквально последние два-три года. Вы, наверное, знаете, развивается и нейросети, и искусственный интеллект. Там вообще человеку не надо шевелить мозгами. Он сделает всё, что нужно на базе энергии, на базе информации, которую ему заложили те, кому нужно. Вот сейчас сирианская такая стабилизация. Вот оглянитесь вокруг себя. Ваш самый близкий круг людей, чуть-чуть более дальний. Вот посмотрите, им комфортно рядом с вами? Посмотрите на своих детей, посмотрите на родителей, на супругов своих, внуки. Комфортно им рядом с вами? Или получается так, что своим хочу и мне надо, вы доставляете неудобства своему окружению? Это может быть с друзьями, это может быть где-то в деловых сферах с коллегами. Вот когда хочу и надо, преобладает. Вот это действительно жить так, чтобы люди с вами не чувствовали дискомфорт. Есть ли в ваших способах общения поучение вместо обучения? Вот услышали, что я сказала? Не получать всё время, ты неправильно делаешь, делать надо вот так. Подсказать и научить людей самостоятельно. Вот ваши ближние самостоятельно находили ответы. Вот по законам циркуляции материальных ценностей, есть даже такое, как закон такой. Не надо кормить тех, кто не хочет ничего делать. Потому что ничего, кроме претензий и злости, что даёте мало, вы в ответ не получите. Вот тунеядцев кормить не надо. Знаете, лет 20 назад, наверное, был такой энергетический метод. Если у вас, вы знаете, есть какие-то кармические долги перед кем-то, которые вы не можете отдать. Ну, может это финансовые долги, так скажем, или ещё какие-то. Можно было вот какому-то нищему подавать деньги, и этим мысленно вот как. Вы отдаёте просто деньги и про себя вот так формулируете. А этим я закрываю кармические какие-то там долги, которые я реально не могу вернуть. Ну, потому что либо давно, либо эти люди уже умерли или недоступны и так далее. Вот лет 20 назад это было допустимо в трёхмерном мире. А теперь, если вы кормите тунеядцев, вы знаете, что срабатывает? Утяжеление вашей кармы. Потому что своими добрыми дарами такими вы обеспечиваете ему безбедную жизнь, и он не может выполнить свою задачу на воплощении. Получается, вы становитесь, ну, как соответчиком его кармических каких-то заморочек. Вот чувствуете, как более вибрационные, более высшие уровни законов божественных, космических, они уже сейчас на новые ступени немножко по-другому трактуются. Более глубоко. Не просто, ай, не могу, там бабушка умерла, я ей там 10 евро не отдала. Вот я тут сейчас нищему отдам эти 10 евро, и всё, и вот я тут свободна. Вот это уже не стоит так делать. И вы знаете, а эта ситуация, кстати, вот если понаблюдать, она везде, во всех отношениях прослеживается. Часто в семьях есть такие, кто вот упорно не хочет работать. Вот молодёжь, внуки, вот на семинарах приходят бабушки и жалуются на внуков, что внуки не хотят работать, у бабушек изымают всю пенсию, мне надо. И бабушки разводят руками, но он же мой внучек, как же я ему не отдам. А то, что внучек работать не будет и подсядет ещё на наркотики, бабушка как-то не думает. А ведь она окажется соучастником ответственности за его погружение. Вот понимаете, как по-другому нужно смотреть на происходящее. Вот каждый ваш поступок, он несёт какую-то энергетическую нагрузку. И она либо позитивная, либо негативная. Мудрость жизненная. Половина из вас потеряли энергию Сириоса. Вы сосредоточились на мне и слушаете меня. А вам это надо слушать, как в каком-то рупоре сирианском. Вы слышите мой голос. Вот сейчас не теряйте ощущения. Нам действительно нужно вот эту духовность. Сириус – центральное солнце нашей галактики. И более того, это звезда или планета с божественной цивилизацией. Вы видите, как материальный мир другой. Там нет такой земли, как у нас. Там климат совсем другой. Тем не менее, это материальный мир. Другая форма материального мира. Прожитая вами когда-то. И вот эту вот божественность сирианскую, в такой энергетике своего тела ощутите. Это вечная память о том, что в нас есть коды божественные. Причём не такие энергодуховные. Они были материальными. Вот этот важный момент – это были материализованные божественные годы. То, что нужно нам сейчас для новой цивилизации. Немножко скорости, посмотрите. У кого такие вифри прямо скоростные идут. Вот скорость преображений комфортная для всех сфер жизни. Не торопитесь с этим. Всё произойдёт в нужное время. Не торопитесь. Так синхронизируемся все во времени. Оптимальное время протекания любых процессов. И вместе с тем такое, знаете, вот воодушевлённое принятие ускорения. И вы ощущаете множество индивидуальных вариантов развивать события. Вот не делайте. Вот одна линия только так может быть. Вот ощутите, как многовариантность. Ведь энергии не стоят на месте. Они меняются каждый мир. И если энергии изменились, значит, вам уже выбор какого-то действия уже стоит подкорректировать. Вот такой, знаете, как маяк, настроенный на любые изменения. Как только чуть-чуть космос по-другому вибрирует, вы уже сразу, у вас на автомате перестраиваются ваши программы жизни и ваше грядущее. Продолжение следует... Знаете, мой такой совет вам. Вот очень много закрываются сейчас кармические долги с разными людьми. Договора закрываются. Просто можно сказать, что идет сейчас такое, как по миру массовое завершение кармических долгов, кармических договоров, каких-то кармических взаимных обязательств. Вот трехмерная раса уходит, и все договора, по сути дела, считаются исчерпанными. В идеале, я понимаю, нам нужно реальное время, но в идеале договора заключаются по-новому. Вот так, как у вас в бизнесе. Если вы заключаете на конкретный период времени, значит, время закончилось, вам не надо бегать и кричать своим там партнерам. Все, у нас договор закончился. Все, время закончилось, и если в договоре не записано о пролонгации, он закончен. Вот сейчас так и с вашими отношениями с людьми. Найдите время, посмотрите свой круг знакомых. Потому что очень часто старые такие связи, они как гири на ногах. Но уж и будьте открыты новому общению и новым людям. Если вы будете активны и внимательны, вы посмотрите, что у вас начинает складываться новая среда общения. Может быть, люди, с которыми вы общались раньше много лет, вы вдруг с ними общаетесь, но как-то по-другому. Вот эта новая цивилизация, новый мир начинается. По сути дела, мы все сейчас заключаем новые договора. Вот такую вещь вы сейчас могли бы для себя понять, вот какие-то такие самые важные люди в вашем общении. Вот ощутите сейчас, как вы словно подходите заново, обнимаетесь к ним, вот знаете, так мысленно. И приветствуете друг друга с ощущением, что вы изменились тоже. И вы, и они. Вот как будто новая дружба начинается. Новое родство, новое соседство. Коллеги, вот просто по-другому. Вы знаете, у нас нет вариантов, чтобы материальный мир изменился. Мы четко должны понимать, что старые привычки надо отпускать, но зато создать новые красивые ритуалы. Может, перестроите дом, может, поменяйте гардероб, поменяйте цвет волос, наконец. Ну что-то, вот чтобы у вас утром сигналило, вот жизнь другая. Потому что если вы придете домой, а у вас там каждый день одно и то же, уверяю вас, быстро у вас не получится закрыть старые мерки. Мы когда-то перед двенадцатым годом шутили. Ну повесьте новые занавески, ну переставьте вы новую мебель, ну стиль, прическу смените, ну что-то. Вот чтобы вы видели, что обновление какое-то есть. Вот индивидуальные космические варианты ваши, ваши новые индивидуальные варианты. Прямо сейчас вот такое ощущение, вот вся энергетика переформатируется. Вот этот сириусианский свет такой, он как будто энергетическую оболочку в каждой точке меняет у вас. Оживает и светится информация. Есть какие-то у многих сложные ситуации, которые может быть назревали и такие, ну и довольно утомительные. Где-то как-то трудно разрешить, вот это такое спокойное сейчас для себя такое, знаете, решение. Вот все, кармический договор завершен. Можно какой-то даже образ, вот как книга схлопнулась, допустим, и вы ее откладываете, все. Массовое завершение кармических долгов. Даже может быть слово массовое не совсем уместно, потому что почти все договора подлежат завершению. И не цепляйтесь за то, что себя изжило. Вот сейчас самые важные люди, которые в вашем ближнем кругу. Вот почувствуйте их рядом с собой, их обновленными, увидьте. И себя обновленными, и такое, как, вот вы знаете, как приветствие друг друга. Вот такое, как новый договор. Это не то, что вы сейчас должны подойти к человеку и начинать тут говорить. Вот сделайте такой энергетический же с важными людьми новые договора. Возьмите свой семейный круг, какие-то ваши партнеры, надежные друзья, может еще. Вот ваш важный круг людей, которые сейчас просто почувствуете, вот как вы, знаете, как заново знакомитесь, и не смотрите уже на них старым взглядом. Вот мне там не нравилась твоя прическа в той прежней жизни. Вот сейчас прямо почувствовать, как вы просто другим взглядом. Вот, знаете, взгляд такой вот из солнечного цента. Вот вы смотрите, и вы видите, это ваши все партнеры по новой расе солнечной. Если это ваши дети или внуки, возьмите их мысленно, обнимите. И так прямо, знаете, вот прямо сердцем так. Здравствуй, родной! Можно еще какие-то ласковые слова сказать. Вот на малышей, как мы часто говорим, там, солнышко ты мое. Вот сделайте это с такой вот, знаете, вот трепетной божественной любовью. С кем-то, может, вы просто с улыбкой познакомитесь. Ну, с коллегами не всегда мы там обнимаемся или с соседями. Вот такое, как сейчас, знаете, вот такое приветствие сейчас новое. И прямо вот ощутить, как вы по-другому что-то происходит. Вот божественный план вокруг. Почти ни у кого не услышала запроса божественной помощи. Вот помочь это все закрыть. Не забывайте, вокруг вас столько божественных сил. Представляете, как обидно ангелам тут и вашим наставникам. Они там топчутся вокруг вас, пытаются привлечь внимание, но вы же тут сами все делаете. Ну, попросите божественную помощь. Знаете, как им приятно чувствовать свою нужность. Слушайте, знаете, вот у кого-то там очень много таких событий или ситуаций с людьми, где вы не поймете, что делать. Я вам просто могу посоветовать, не цепляйтесь за то, что изжило и неприятно. Только потому, что вы этого человека 30 лет, может, знаете, а вам с ним тяжело общаться, не цепляйтесь. Вот что такое, вы как в другой дом, в другой город переезжаете или в другую страну. Вот полностью оторвались от прежнего места и тут на новом месте со всеми своими близкими, но это другой мир. И они другие, и вы другие рядом с ними. Для каких-то сложных ситуаций, вот я понимаю, что многие там какие-то имеют сложные ситуации и непонятно, как их то ли закрыть уже, то ли подождать, что делать. Вы знаете, вот есть такое в эзотерике изречение «отпустите ситуацию». Вот это просто на какое-то время вот её действительно отпустите от себя и не теребите её каждые там полчаса. Иногда нужно остановиться. И когда вы отпускаете ситуацию, либо приходит другое решение, либо вся какая-то вот такая непонятная энергетика вообще исчезает. А иногда кажется, а всё это яйца выеденного не стоит. Знаете, есть такая поговорка шутливая. «Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет». Вот вам не кажется, что многие настолько вовлеклись работать только со старым, что вы уже давно ищите, ловите чёрные кошки, которые уже давно сидят где-то в новой цивилизации и вас ждут. А вы всё там под своим старым тёмным комнатам пытаетесь найти этих чёрных кошек. Вот не старайтесь из старых энергий создавать новое, потому что нам нужен настолько новый мир. Поэтому нам энергии даются, не бывавшие никогда на земле. Мы пока только пытаемся понять, что это такое. Не бывавшее никогда на земле. Поэтому не будем из старых энергий создавать, пытаться создать то, что никогда не было. Вот такое чувство могу, знаю, информация появится, знания придут, люди появятся новые. Кто волнуется? Вот массовый уход из воплощения сейчас происходит. Да, на земле сложная ситуация и такой массовый уход из воплощения, конечно, он усилен агрессивными процессами в мире. Видите, чистка идёт, освобождение и завершение разными способами. Не хочется сейчас поднимать вопрос от массового ухода, связанного с агрессией на земле. Может быть, мы сделаем какую-то раз отдельную тему, потому что... Ну, давайте сейчас на такое более позитивное. Я понимаю, у многих из вас, вот это очень пожилые родители и там и сложная жизнь. Но вот, может быть, по этой теме как-то мы отдельно организуемся и посмотрим. А сейчас вот хотелось бы, чтобы вы такое, знаете, вот светлое пространство для нового мира создавали. Вот кто по родителям пишет, и сейчас вы сидите и дёргаетесь по поводу своих родителей, очень пожилых родителей. Не пытайтесь их удержать при жизни. Знаете, вот когда родители очень беспомощные и пожилые, мы начинаем действовать, ну, нам кажется правильно выложиться, чтобы их в теле и в жизни удержать как можно дольше. И проходят какие-то годы, уже и родителей нет, и приходит понимание, что не надо было удерживать их в этой жизни. Я просто когда-то сама прошла такой опыт со своей мамой. Вот она три года на постели пролежала. Это постоянные капельницы приезжают, ставят. У неё инсульт, потом инфаркт, потом опять инсульт, опять инфаркт. И тут медики приезжают домой, мы её вытягиваем в жизни. Вот она уже то она может ходить, то не может. А она видит наши старания, и она держится. Ей совсем не хотелось жить, когда умер мой отец. Вот после смерти отца, через три месяца у неё случился этот первый инсульт или первый инфаркт. Вот надо было мне её тогда отпустить и не держать. Я развила такую активность, и я три года её держала в жизни. У неё не было ничего интересного. Она просто держалась, потому что она видит наши старания и не хочет нас вот тут огорчать, разочаровывать. Но если ваши пожилые родители хотят уйти, не держите их. Ну просто вот пожелайте воплощения в новом теле. Потому что я знаю, как это морально тяжело, потому что ну как это родители мы должны держать. На самом деле это вот для наших родителей мы плохую услугу оказываем. Я думаю, вот кто сейчас на площадке, я ответила по вашим письмам. И у вас у многих такие ситуации. Вот будьте немножко такие, как на ступеньку мудрее, встаньте повыше, оторвитесь от этих трёхмерных таких, ну может быть это наш эгоизм любой ценой удержать родителей. Вот если они хотят уходить, их надо отпустить. И этот массовый уход, он сейчас идёт по разным причинам. Многое связано с военными действиями, с какими-то агрессивными конфликтами. Но очень многие люди пожилые не выдерживают этих энергий, а им и не надо это выдерживать. Их жизнь запланирована быть завершённой в трёхмерном мире. Поэтому сейчас так ещё раз спокойно посмотрите своё окружение. Если ваши бабушки, дедушки, родители уже совсем такие старенькие, вы лучше, знаете, почаще улыбнитесь им, поблагодарите. И не знаю, это ваш выбор, конечно, но вы любой ценой не надо их держать в этом мире. Это такое, как, знаете, духовная спекуляция по отношению к ним. Тем более, чаще всего они и удовольствие-то от жизни не получают. У них всё болит, они злые, сердятся на всех подряд. Да, это процесс смены эпох. Вот сейчас такая мудрость и понимание, а каково другим вокруг вас? Кого-то, может быть, вы пытаетесь затянуть в энергетические пространства, а им в этом воплощении, может, вообще не запланированы какие-то духовные пробуждения. Вот навязывать, навязывание. Вот это не нужно делать никогда и никому. И сейчас давайте вот такие все разговоры и энергетические движения по завершению трёхмерного мира там оставляем ещё в каких-то процессах доработки. Вспомните, что ещё уходит в такое трёхмерное наше прошлое. И такой, как энергетический шаг, вот знаете, как переступили какой-то порог и оказались вот в таком, как в светлом пространстве. И сейчас так, ну, не оглядываясь, а вот чувствуя просто, что за спиной осталось, и это, и это, вот такое ощущение, что за спину очень многое ушло. И вы вдыхаете вот энергию свободы. И в этой свободе такая многовариантность. И помним, что закол работает, подобное притянет подобное. Или что внутри, то снаружи. И вот сейчас начинаете изнутри раскручивать какие-то ваши видения, как должен существовать вокруг вас новый мир. Сейчас просто что-то хорошее подумайте. Вот я понимаю, если потом детализацию хотите, вы поставите повтор и спокойно подумайте о каких-то ярких событиях. «Яркие события». Некачество начинаете приписывать окружающим людям. Этот хорошо себя ведёт, этот вот по-другому изменился, не начинайте там грузить опять весь мир правильными качествами с вашей точки зрения, с вашей кочки зрения. Вот такое ощущение, вы свободны сами, и другие вокруг вас могут быть такими же свободными. И понимаете, вот какими вы должны быть, чтобы вы были магнитом и притягательным для окружающих вас людей. Чтобы люди, ваши дети, ваши друзья, ваши родные тянулись к вам, потому что рядом с вами приятно. Не потому, что их обязывает там родство, дружба или какие-то там деловые качества. А вот так, потому что с вами интересно. Вот энергетика у вас такая, что вы притягиваете интересных людей. И вы притянетесь к интересным людям. Вот такое, знаете, как ваша энергетика, как магнит для разных прекрасных состояний. Такое чувство свободы. Вот где-то там остались территориальные, религиозные, какие-то национальные разъединения. Вот всё такое, вот, жизнездрамы, страдания. Вот, знаете, как вот уходят, вы уезжаете где-то там, где-то остался старый запалённый город. А у вас впереди светит солнце и свобода. Помните, такая притча была? Неизвестная тёмная дверь, и страшно её открыть. А когда открываешь её, оказывается там свобода. Вот с таким ощущением свободы мы сейчас всё гармонизируем, стабилизируем. Вашу новую свободу я вам очень рекомендую подумать и создать в ней нужные яркие события. Вот просто какой вы видите свою семью, как выглядит ваша трудовая деятельность. Это не то, что вы сейчас должностные инструкции будете расписывать, а просто вот ощущение, вот как на работе интересно, как весело интересно семью и время проводим. Вот такое состояние, знаете, как, когда расцветает красота в повседневности. Мир интересный. Вот когда вы можете так искренне от души сказать, жить нравится. Вот с таким ощущением я сегодня вас оставляю в творческих процессах. пишите, как у вас это всё прошло, какие-то красивые идеи. Вот можем организовать на Фейсбуке и в Телеграме обмен вашими мнениями и идеями. Людям будет интересно послушать, может быть, и советы ваши пригодятся. Так что вот наше новое общение вот здесь, на онлайн-площадке. Может, организуемся и встретимся вживую где-то. Одним словом, вот невозможное возможно, и вот под этим лозунгом генерируете самые яркие, приятные события. И тогда весь мир начнёт вспыхивать радостными искрами. И тогда будет меняться всё. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова